Это адвокат-экстремист. Разденьтесь до гола. Эдема Семедляева отстранили. Это государство закрывает рты. Просто 2014 год выступил своего рода катализатором. Россия изменилась после Крыма. Когда лишила права весь народ выбирать свои представительные органы. Есть ли риски этой идеологии для нас? Эта идеология уводит людей в параллельную реальность. Селям алейкум. Это новый выпуск проекта «Меркес». И сегодня мы говорим на тему о адвокатской жизни. И мы ее озвучили как адвокаты врагов или защитники совести. Разденьтесь до гола. Как вам такая реальность, коллеги? Ну, это дико для начала. Для вообще судебной системы. Ну и дико для нас, для нашей корпорации. Адвокатской. Что правоохранительная структура, силовые структуры, уже перешли ту грань, которую не должны переходить. Так как мы в целом адвокаты, с одной стороны правоохранители, мы единая целая система. Одни с одной стороны, мы с другой. Но когда нас ставят в такие условия, это просто выглядит дико. Последний случай, то, что произошло с нашим коллегой, Эдемом Семидляевым, это просто не лезет ни в какие ворота. И дикая ситуация. Пример с Эдемом, когда при оказании квалифицированной юридической помощи сотрудники полиции, чтобы все быстро сделать, ну, я так понимаю, у них была задача вот этих людей, которых туда привезли 21 человек, за несколько часов оформить их, упаковать и направить дела в суд. Эдем, я так понимаю, в той ситуации просто им мешал это сделать. И было принято решение вот таким вот способом его устранить, что и по итогу было сделано. То есть они достигли своей цели, хоть и это выглядело топорно, на мой взгляд, и было сделано абсолютно незаконно, но цель была достигнута. Эдема Семидляева отстранили. За это время, пока с ним занимались, всех людей оставили без защитников, без адвокатов. И, соответственно, и Эдема Семидляева в нарушении всех правил и закона отправились с этими людьми, только распределили в разные места. Адвокат ушел вслед за своими довериями? Получается так. Получается, теперь мы имеем такую плохую практику, что любой адвокат, который прибудет, не в зависимости от дел полиции, это суд, отдел судебных приставов. Если что-то не понравится сотруднику полиции или судебному приставу в суде, он может применить эту практику в отношении адвоката. И адвокат, по сути, сейчас под угрозой. Его статус под угрозой. С одной стороны, здесь можно говорить о неожиданности с точки зрения формы и об ожидаемом результате в целом. Крымско-татарские адвокаты — это часть крымско-татарского народа, которая вступила в определенный этап борьбы, борьбы, противостояния, интеграции крымских татар в новую реальность после 2014 года. И это тот актив, который помогает преодолевать кнуты в виде посадок, уголовного преследования, административного преследования. И это авангард на сегодняшний день крымско-татарского народов в новом, скажем так, витке борьбы, в новом витке противостояния, репрессиям. Мильбей, ну вы протовтали эту дорожку первым, насколько я понимаю? Получается, что так. И я бы хотел отметить, что Крым, вот мы с Джимилем Темишевым даже это наблюдали в самом начале, и здесь вот в этих делах, это такая определенная себе лаборатория, да, где откатываются вот такие инструменты, и потом, я думаю, что они просто имеют опасность применяться по всей территории в отношении там всех коллег. И в этой ситуации было точно так же, на мой взгляд, когда суд сначала по Эдему Семидляеву, да, он просто отправил им эти оба протокола, один за то, что он ввел аудиозапись, а другой за то, что он отказался раздеться. Суд просто расписал там огромное количество ошибок и просто подвел к тому, что эти дела не имеют никакой юридической перспективы у полицейских, да, в судах. Тем не менее. И тем не менее, 11 дней, вот полицейским дается два-три дня, 11 дней, им понадобилось 11 дней, чтобы просто прогнуть в том числе и судебную систему внутри Крыма. Они обратно отправляют эти дела. Вы бы видели этих судей, которые просто вот так пробормоча там убегали, да, они прекрасно знают, какое решение они приняли. И поэтому было возмущение всего адвокатского сообщества, которое просто было в шоке, да, от того, что судебная система это все засилила. Еще и Верховный суд Крыма это засилил. И легитимизировало. Да, конечно, они прекрасно понимают, что если это не легитимизировать, да, и не, скажем так, не прикрыть сотрудников ЦБ, это вообще в их действиях, вот сотрудников полиции, это состав превышения должностных полномочий. Это унижение на месте адвоката, это вот такой инструмент, который просто опасен, да, в дальнейшем для всех адвокатов. И это вот наша корпорация прекрасно понимает. Когда было со мной, это такой, был 17-й год, да, там мне приписывали, так скажем, экстремистские материалы, все к этому опять-таки с осторожностью относились. Однако, конечно, огромное количество адвокатов меня поддержало и так далее. И мы видели, что этот ресурс, он будет отрабатываться. Первый административный арест, потом второй административный арест, а потом просто Министерство юстиции Крыма обращается к нашей коллеге, где я состою, и к целой палате и говорит, это адвокат-экстремист. Он не имеет права быть в этой корпорации, и он должен быть из нее исключен. Но здоровая была такая реакция, да, и корпорации, и моих коллег, все, кто пришли и так далее, и так далее. Это было нелегко. И я видел, как нелегко принимались решения по этому поводу. Но вот, Аллаха шкуру. Джимиль Бей, вот в контексте реакции адвокатской корпорации, проявилась ли солидарность ваших коллег в Крыму, вообще по всей России? Я бы предложил посмотреть на эту ситуацию немножко под другим углом. Давайте. Не крымско-татарские адвокаты, как часть крымско-татарского народа, а мы адвокаты разных национальностей, ну, в том числе и те, кто здесь присутствует, как часть общероссийской адвокатской корпорации. Я не соглашусь с тем, что крымско-татарский адвокат является частью силы, которые противостоят интеграции в какую-то реальность. Каждый адвокат защищает конкретные законы и права интереса своего подзащитного. Это во-первых. Во-вторых, как я уже стал говорить о том, что мы все часть российской адвокатской корпорации. И вот эта корпорация проявила солидарность с Эдемом. Она в свое время проявила такую же солидарность с Эмилем, понимая, что сейчас лишает возможности Эдема выполнять свои профессиональные обязанности. Завтра с этим столкнется Иван, Микола, Ашот, там, я не знаю, еще кто-то. Поэтому то вопиющее нарушение профессиональных прав беспредел в отношении Эмиля, Эдема или еще какого-то другого адвоката представляет угрозу для нас всех. Вообще разговор о правах и свободах это настолько актуальная сейчас тема в Российской Федерации. И по долгу своей профессии я всегда наблюдаю за цифрами. Цифры, которые нам дают социологические службы. Российские, в первую очередь, свидетельствуют о том, что граждане Российской Федерации в этих социологических опросах буквально сигнализируют об увеличивающемся количестве нарушений их прав. То есть тема нарушения прав и свобод приблизительно с 2017 года эта цифра увеличивается. То есть люди все чаще и чаще говорят, что их права нарушаются. И, собственно говоря, вот последние данные, насколько, если я не ошибаюсь, там цифра людей, считающих, что их права нарушены, достигла уже там около 20 с лишним процентов. То есть это значимая, мне кажется, часть российского общества, которое вот уже ощущает, да, эту несвободу. Джимиль Бей, вот такой прирост цифр хронологически совпадает с тем, что в российском обществе и моими российскими коллегами называется крымским консенсусом, да. То есть вот после крымского консенсуса, да, которое пережило российское общество, которое легитимизировало 2014 год и все события, связанные с 2014 годом, что произошло с Россией вот после этого, да, почему внезапно вот тема прав и свобод стала настолько актуальной? Ну, правоприменительная практика, работа правоохранительных органов приобрел более такой репрессивный характер, это все отмечают. Вот. Но сказать, что это произошло после 2014 года, я думаю, тенденции были намного раньше. Просто 2014 год выступил своего рода катализатором. Триггером. Вот. Конечно, нам есть чем сравнивать, есть возможность сравнивать именно крымским адвокатам правоприменительную практику до 2014 года и после 2014 года, статус своей возможности адвоката, защищать законные права и интересы клиента своих. Каким образом вообще гуманность правоприменительной практики и, к сожалению, если сравнивать это, то не в пользу сегодняшнего дня выводы. Россия изменилась после Крыма? Вот. Я бы об этом хотел сказать. Я не думаю, что это совпадение. Есть вот определенный факт. Я помню, что или после первого, или второго моего ареста буквально через месяц были внесены поправки в Гугловно-процессуальный кодекс о том, чтобы обыск проходил с представителями палаты. Это было вот просто буквально месяц прошел, потому что на вот этой волне моего ареста еще всплыли огромное количество дел. Там, по-моему, побили адвоката женщину в каком-то отделе полиции. И вот это все поднялось в такой определенный резонанс, после которого были вот эти поправки внесены. Сегодня вот с Эдемом ситуация и возмущение всей корпорации привело к тому, что федеральная палата, она имеет право, скажем так, такой инициативы. Да, 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 инициативы. И сегодня она говорит о том, что нужно поправки вводить с этой точки зрения. То есть Крым, безусловно, дает очень мощный импульс на то, что даже происходит в России. Но я так это вижу. И вот с этой точки зрения, конечно же, я считаю, что импульс, особенно импульс для общества, для тех, кто в России там тоже не согласен с чем-то и так далее, и так далее. Собственно, государство начало подключать ресурсы чуть раньше, когда лишило права весь народ выбирать свои представительные органы и, не удавшись, не договорившись, не прогнувши определенно структуру представительного органа, запретила и признала ее экстремистской. И это идет начало. Можно быть согласным, можно быть не согласным с представительным органом, либо с людьми, которые его представляют на местах, но мы не можем соглашаться с тем, что весь народ лишает права выбора. И, собственно, это был первый, один из первых ярлыков, и далее пошли ярлыки террористов. И, собственно, независимо от того, согласен ты с точки зрения тех, кого объявляют сейчас террористов или нет, мы должны выступать против этого. Признание террористами, экстремистами любого из наших соотечественников, оно будет накладывать определенное пятно на весь народ и такой вот ярлык, который будут использовать в дальнейшем. Джимиль Бей, если бы мы попробовали проанализировать все те громкие судебные кейсы, в которых участвуют крымские татары в том или ином статусе, какая бы картина у нас получилась? Мое личное мнение отличается от мнения моих уважаемых коллег. Я не считаю, что я защищаю или адвокат должен защищать интересы всего народа, целого государства, целых политических групп. Я считаю, что адвокат должен защищать интересы конкретного человека. Вот в этом наше принципиальное различие. Также я считаю, что не может быть крымско-татарской адвокатуры, как не может быть крымско-татарской математики, биологии или еще что-то, если мы крымско-татарской медицины. То есть я в первую очередь воспринимаю себя и позиционирую себя как адвоката. В продолжении того, что говорил Эмиль, я все-таки еще раз проговорю свою мысль. Мы недостаточно активно используем потенциал здоровых сил, которые имеются в Российской Федерации, как бы это сейчас скептично не воспринимало смысл. – Революционно для Крыма. – Да. Ну, в России очень много адекватных, нормальных, вменяемых людей, которые проявляют с нами солидарность, которые также возмущаются тому беспределу, который имеется здесь, в Крыму. К сожалению, значительная часть силовых структур заинтересована в том, чтобы эта борьба продолжалась. И вот эти постоянные посадки, постоянные аресты, они являются средством и монстр, который питается постоянными арестами, запретами, навешиванием ярлыков, выискиванием ведьм. И до тех пор, пока этот процесс будет идти, эти силы, эти люди, эти, там, политики, может, будут на плаву. Поэтому проблема очень серьезная, я бы не примитивизировал ее вот так вот, что… – То есть это не только крымско-татарская проблема? – Это не только крымско-татарская. – Это в целом проблема российской правоохранительной, судебной и так далее? – Сегодня житель, там, я не знаю, Челябинска, Санкт-Петербурга, должен понимать, что та практика судебного, законного беспредела, который происходит здесь сейчас, там, не знаю, в Симферополе, в Акмечете, она может, скажем, укорениться, закрепиться. И завтра по накатанной схеме где-то в Челябинске, там, я не знаю, в той же Москве также будут разгонять эти мидинги, эти демонстрации, также будут избивать людей. И те, кто, скажем, противостоит этому, в России их очень много. Но, к сожалению, в силу очень многих обстоятельств, которые все мы понимаем, но не проговариваем, в нашем создании есть некая преграда к использованию вот этих российских ресурсов, российских рычагов. – Есть еще одна тема, достаточно, ну, на мой взгляд, чувствительная, достаточно важная и, к сожалению, не проговоренная в нашем крымско-татарском обществе. Тема запрещенной в России партии Хизбут-Тахрир и, собственно говоря, того дискурса, который есть вокруг этой темы в крымско-татарском обществе. Российская Федерация, поскольку она запретила деятельность этой организации, рассматривает эту идеологию как угрозу и как то, что несет риски для российского общества, для российского государства. Джимиль Бей, для крымско-татарского дискурса есть ли риски этой идеологии для нас? Я считаю, есть. Я об этом неоднократно говорил, и об этом говорилось до 2014 года очень многими, ну, условно говоря, моими оппонентами. И сейчас вот такое явное изменение взглядов я воспринимаю вот таким с беззлобным сарказмом. Любая идеология такого типа, скажем, ислама или, я не знаю, христианства или еще что-то, вот такие вот радикальные взгляды, я считаю, представляют угрозу для нас. Другое дело, что в некоторых странах против такой угрозы государство использует адекватные, эффективные, гуманные и эффективные методы борьбы. В России же против этой угрозы, против этого зла используют еще большее зло. Тем самым проблема усугубляется, тем самым государство, даже если не думает о крымских татарах, она усугубляет, расшатывает, подрывает свои государственные устои. Давайте вот конкретизируем эти риски. Чем нам для нас, для крымских татар, чревато? Какие последствия? Конкретно что? Идеология, которая вот сегодня преследуется в Крыму, в отношении которой сегодня есть дискурс, внутри крымско-татарский дискурс. Дискуссия точная. Я считаю, что, скажем так, эта идеология уводит людей в параллельную реальность. Вот, например, известно мое отношение к этой организации, и в связи с этим у меня возникало очень много таких конфликтных ситуаций, споров. Очень часто ко мне приходят и говорят, что, допустим, вот скоро будет построен халифат, и тебе будет стыдно смотреть в глаза халифу, который освободит всех политических заключенных. Это говорят взрослые, состоявшиеся люди, и я понимаю, что они, говоря это, действительно в это верят. Кто-то говорит, что вот в воздухе витает запах халифата. Кто-то говорит, что не нужно принимать участие в работе государственных органов, хотя я считаю, что без, не будучи частью этой системы, не используя потенциал государства, наш народ не может полноценно, эффективно развиваться. Жить в параллельной реальности, вот в моем понимании последствия, реальные риски, которые несет эта идеология. Без светскости, без разделения общественной жизни от религии эффективного развития быть не может. Я не говорю, что нужно уходить от религии, но вот именно эта идеология, я считаю, народ закрепощает и не дает ему возможности в полной мере раскрыть свой потенциал. Вот и все. И еще, вот я выступал и говорил об этом и раньше, и сейчас, мои взгляды не заменились, что незаконно запретили представительные органы народа. Чем они были полезны, чем они, скажем, чем они были эффективны. Они, благодаря этим органам, народ мог, по крайней мере, должен был управлять самим собой. Система, против которой я выступаю, вот именно вот эта запрещенная организация, она подавляет волю конкретного человека и ставит его в зависимость от руководителей, которые находятся далеко за пределами Крыма. Вот. Ну, для меня это тоже... Я не хочу, чтобы мной, моими родственниками, моими соотечественниками управляли откуда-то из... с Киева, с Москвы, с Лондона или еще что-то. Я хочу, чтобы мы все собирались вот так вот за одним столом, в одном помещении, спорили друг с другом, высказывали друг другу претензии и приходили на основе вот этой конкуренции к какому-то мнению, по крайней мере, могли бы слышать друг друга. Бороться за умы. Бороться за умы. И чем мне было, импонировало, импонирует национальное движение крымских татар, что это не стадо, это сообщество независимых людей, которые встречаются, общаются, спорят друг с другом, проявляют солидарность друг с другом. Это более современная, более демократичная форма самоорганизации. И крымские татары вернулись в Крым, отстояли себя, отстояли свое национальное человеческое достоинство не потому, что они строили халифат, а потому, что они руководствовались именно вот этими принципами. Я бы вот... Да, вы так тяжело вздыхаете. Я бы просто вот разделил бы тут две плоскости. Первое, это касается запрета этой организации. Не просто запрета, а признание ее террористической. Вопрос в том, что нет ни одного доказательства, что эта организация террористическая. Мы все видим в материалах уголовных дел решение этого Верховного Суда, которым была она признана террористической, и там нет ни одного факта терроризма и так далее, да, и не приводится. Говорится о какой-то пропаганде, о мощной финансовой подкреплении и так далее, и так далее. Но государство... Есть закон о борьбе с терроризмом, о противодействии терроризму. Я здесь больше, знаете, как не про государство, закон и запрет этой идеологии. Я больше про внутренний дискурс. Ну, знаете, своя рубашка всегда ближе к телу. Вот тогда давайте отделять. Что касается вопроса, например, мое мнение, запрета этой организации, как адвокат, как человек, который, я думаю, коллеги со мной согласятся, нет ни одного доказательства совершению ей террористического акта. И террористами эту организацию, этих людей называть нельзя, да, потому что нет этому доказательства. Это вот юридическая плоскость и так далее. В этом отношении спора нет. Никто из нас не считает. Я хотел бы вот это поделить, как бы мне показалось, что это все в кучу как-то свалено. Разделили. Да, разделили. Теперь, что касается для народа пагубности. Первое, я не могу сказать, что это зло. И так бы я это не называл. Это мусульмане. Да, я к этим людям отношусь как к мусульманам. Мы все мусульмане. Это брат мусульманин, который имеет свою точку зрения на то, что все должны жить по тому, что приказал Аллах. Это же нормальная логика мусульманина. Вот об этом я бы хотел сказать. Это точно не зло. Сейчас говорим о том, что у нас есть. Да, у нас есть. Я вот общаюсь с этими людьми. Обсуждаем вопрос идентичности, потому что это как раз вот с этим и связано. То есть есть религиозная идентичность, есть этническая. И у нас как раз таки водораздел наш, внутренний Крымско-Латарский, он как раз таки проходит по этой линии. Что первично в этой структуре. И вот эта тема актуализировалась в рамках вот этих процессов судебных. То есть как мы выйдем из этого? Я не хотела бы называть это спором, это дискуссия в первую очередь. Как мы выйдем из этой истории? Почему? Потому что оно по-разному все воспринимается. Потому что люди по-разному ощущают, по-разному переживают эти эмоции. Что нам с этим делать? С чем конкретно? С вопросом об идентичности, религиозной и этнической. Она у нас сегодня вот такая вот актуализированная. Мы мусульмане, мы крымские татары. Сейчас у нас есть угроза того, что этого нам всего могут нас лишить. Дойдет до того, что нам в пятницу скажут через раз ходить в мечеть. Сегодня нам говорят, долго не задерживайтесь в мечети. Вот эти книги не читайте. Это говорят нам не мусульмане и не крымские татары. Они говорят, вот эти книги вам можно читать, исламские. Вот эти вам нельзя. Это нормально? Это, я считаю, вообще ненормально. Нам надо с этим разобраться. А то, что касается нашего народа и что происходит внутри, и кто борьба за умы и так далее, мы сядем и разберемся с этим сами. С теми, кто является представителем этой мысли, кто является представителем этой мысли, и кто является знатоком в исламе, в шариате. Пусть он нам приведет доводы, доказательства и так далее. Сядем когда-нибудь из стола? Я думаю, да. Я считаю, что спор с Избут-Тахрир – это не спор об исламе, это не спор о шариате, это спор о политике. Поэтому, конечно же, если рядом будет сидеть, например, член какой-нибудь, я не знаю, секты, назовем это христианской, протестантской, и будет говорить мне о том, что в этой секте все братья, что эта секта не совершила никаких террористических актов, что, скажем так, она не несет никакого зла. Я, наверное, тоже соглашусь, скажу, что да, вы не совершали никаких террористических актов. Так я ж, мои претензии заключаются не в этом, что кто-то совершал или не совершал террористические акты. И я считаю, что действительно эту организацию в 2003 году совершенно незаконно, необоснованно внесли в список террористических организаций и, скажем, уделяют такое внимание, и на борьбу с этой организацией государство тратит такие ресурсы и калечит такие судьбы, такое огромное количество. Моя претензия к государству заключается в том, что методы борьбы с этой организацией варварские, что эти методы ведут к еще большему злу. А мой спор с представителями этой партии заключается в том, что она уводит, в моем понимании, в параллельную реальность. Что значит параллельная реальность? Почему вы так противопоставляете? Материализуйте эту реальность. Если бы была в нашем народе укоренена идеология Хизбут-Тахрир, в моем понимании не было бы Айши Ситмуратовой, не было бы Иминия Вамилевой, не было бы Лили Буджуровой, не было бы Леоноры Дельбер. Я считаю, что эта идеология все-таки не дает права реализоваться некоторым людям. Не то, что не дает права реализоваться. Или женщинам в целом. Не только женщинам. Мое принципиальное мнение заключается в том, что нужно быть частью государства, чтобы использовать потенциал этого государства. Мы сейчас, кто-то принял эту действительность, кто-то не принял эту действительность, но я исхожу из данности. Вы сейчас говорите об инструментарии, да? Эта идеология забирает у народа этот инструментарий. А вам кажется, что я в качестве ведущего всегда должна оппонировать, поэтому попробую оппонировать. Не кажется, что проблема заключается не в том, что используем часть инструментарий государства. Что нам его не дают? Нет. Проблема заключается в том, что просто разные пути, может быть. То есть у крымских татар, как у наций, есть некая своя история, свой набор идеалов, которые они стремятся реализовать. А у другой идеологии эти идеалы не совпадают, как минимум, да? Мне кажется, что дискурс как раз-таки в этом заключается. Что мы в разные цели себе ставим. Значит, еще раз. Эта идеология несет больше вреда, чем пользы для народа. Но я считаю, что то, что происходит с этими людьми, является, безусловно, злом. Еще раз, мы тут можем долго, нудно обсуждать, что такое хорошо, что такое плохо. Для меня важно, чтобы в народе была система, которая бы позволяла каждому человеку высказывать свою точку зрения. И все большинство, даже если он в меньшинстве находится, и большинство должно признавать за ним право на такую иную точку зрения, право на инаковость. Вот тогда будет нормальное развитие. Если же мы сведем все к тому, что все должны идти одинаково, народ неизбежно превратится в стадо. Ну, здесь с вами сложно не согласиться. Вот тут целиком и полностью за. Можно я тоже по идентичности выскажусь? Конечно, конечно. Относительно того, если люди разговаривают на крымско-татарском, если люди пекут коби-те, танцуют хай-тарму, но при этом исповедуют христианство, для меня это не крымские татары. Для меня это, не знаю, гагаузы, это еще кто-то. Поэтому, скажем, делать этот раздел, как ты выразилась, между этнической и религиозной принадлежностью, то это как спорить о вопросе, кто первично, курица или яйцо. Крымские татары, они, ну это какая-то отличительная черта, что крымские татары это вот люди, которые исповедуют ислам. Для меня здесь нет никакой новости, да, я именно так, то есть крымские татары невозможны без ислама, как и ислам в Крыму невозможен без крымских татар. Теперь тезис о том, что необходимо запретить организацию, потому что она несет зло и отсутствует критическое мышление. Ну, я вообще с этим не согласна. Никогда я не говорил, что ее необходимо запретить. Ну, хорошо, ты не разница по-скому. Я сказал, что я критично отношусь к этой организации, вот и все. Ну, ты сказал, что критично относишься, переслушайте потом, я просто внимательно слушала. Отсутствует критичное мышление. А каким образом будет это мышление развиваться, если не исследовать те или иные вещи? Мы, прежде чем вынести какое-то, скажем так, суждение, сделать анализ, мы должны совершенно противоположные точки зрения материала исследовать и прийти к определенному мнению. Это мнение будет абсолютно у всех разное. Но убирать что-то и делать вывод только на основании каких-то конкретных, ну, для меня это документов, да, будем говорить так, либо каких-то конкретных позиций, это вот как раз-таки монополия, которая лишает всех остальных права выбора, права дискуссии и права, скажем так, высказывания своей точки зрения, полярной точки зрения. Реплика. Да. Вот моя, скажем, мой идеал, это национальное движение крымских татар, и мы знаем. Разные точки зрения, просто идеологические войны, когда там разные представители разных групп противостояют друг другу, апеллируют к мнению большинства, апеллируют к истории. Мы видим конкуренцию. Не всегда она цивилизованная, не всегда, скажем, не всегда правильно, но она существует. Давайте про национальное движение скажем, что несмотря на то, что там были разные, да, силы, разные, скажем так, и мысли по поводу того, как реализовать, но как должно оно, да, достигаться эти цели, они все-таки цели-то были едины, да, будь то УКНД в свое время, будь то НДКТ с другой стороны в свое время, они все двигались к одной цели, да, возвращение в Крым, реализацию тех национальных прав, о которых там говорили, и тех политических требований. То есть цель была одна, и объединены они были именно этой идеей, судя по тому, что у нас сегодня... Видение было разное. Конечно, в этом только и разница. Конкуренция была, и мы понимали, мы понимали, ну, как бы вот на пальцах можно объяснить, каким образом, по крайней мере, должно было быть построено это национальное движение, которое в дальнейшем система органов местного самоуправления, и для меня эта система понятна. И в рамках этой системы, даже оставаясь в меньшинстве, я могу придерживаться своей точки зрения, не соглашаться... Потому что вы идеологически в одной плоскости находитесь. Да. Вот в чем преимущество, наверное, национального движения. Ну, для меня, я считаю, что приемлема, для меня, лично для меня, именно вот эта система. Я считаю, что для народа, для его эффективного развития, система, которая позволила народу вернуться в Крым и здесь стать на ноги, в настоящее время наиболее предпочтительно. Ну, и здесь я, опять же, не могу с вами не согласиться. Почему я поднимаю эти вопросы? Потому что сегодня эти дискуссии идут, да? То есть мы включены вот в это наблюдение, и мы фиксируем, что в нашем обществе вот эти дискуссии, они, ну, вместе с вот теми судебными процессами, вместе с актуализацией этой темы, да, они становятся все горячее и горячее, да? Еще одна реплика, извините, перебью вас. Мы говорим о дискуссиях и о тех судебных процессах. К сожалению, открыто говорить и полноценно выступать, оппонировать партии Хизбута Хрир, подавляющая часть народа, в том числе и я, не могу себе позволить. Потому что это люди находятся под ударом, под несправедливым преследованием, совершенно неадекватным. И государство, российские силовики, вот таким образом варварски, калеча жизни, судьбы вот этих людей, оно убивает в крымско-атарском народе иммунитет против этой идеологии. Очень много людей, которые раньше выступали против идеологии этой партии, которые открыто критиковали, обвиняли, осуждали. Сейчас, увидев вот эти репрессии, увидев то, что столько детей осталось без кормильцев, столько поломанных судьб, просто морально не могут переступить и открыто критиковать эту идеологию. Государство уничтожает в народе иммунитет против этой идеологии, и государство создает все условия для того, чтобы эта идеология проникала в сознание, в крымско-атарское общество. Преступление государства заключается не только в том, что ломаются судьбы обычных людей. Преступление государства заключается в том, что меняется сознание, мировосприятие всего народа, потому что подавляющее большинство, не только подавляющее большинство народа, сочувствуют задержанным, сочувствуют осужденным. И это нормально. Это нормально. Это нормально. Нужно понимать, что нормально еще является то, что от сочувствия до прямой поддержки один шаг. И это государство создает эти условия. Это государство закрывает рты буквально тем людям, которые открыто противостояли еще совсем недавно этой идеологии. Вот результат деятельности этой правоприменительной судебной системы. Салумс. На мой взгляд, в любой дискуссии надо исходить из того, чтобы понятия, которыми мы оперируем, или о которых мы говорим, они должны быть общими в первую очередь. Если Джимиль думает под политикой, допустим, вот он использовал этот термин, какое-то свое определение, если у меня под этим словом свое определение, то мы не сможем прийти к какому-то мнению, мы не сможем друг друга оппонировать. Я вот слушала Джимиля про национальное движение, о том, что использовались методы, и необходимо входить во власть, но при этом он отрицает возможность политического, скажем так, дискурса у Хизбут-Тахрир. То есть, я так понимаю, что в его голове это должна быть сугубо религиозная группа, которая не должна высказываться о том, чтобы принимать, скажем, участие в политической жизни. Поэтому, возвращаясь к началу... Здесь у меня уточняющий вопрос. Что значит принимать участие в политической жизни? Насколько я понимаю, я далека от этих вопросов, но, насколько я понимаю, в большей степени эти идеологии, то есть не только запрещенные Хизбут-Тахрир, они исключают то политическое участие, которое сегодня есть в современном понимании этого политического участия через механизмы демократического участия, выборов и так далее. Теперь возвращаемся к началу моего монолога о том, что у всех должно быть одинаковое понятие политики. Если мы будем думать, что, допустим, для меня политика — это пойти на выборы обязательно. Для него политика — это сделать доброе дело, заасфальтировать дом и так далее. Это конкретные дела. Давайте вернемся к началу, определим термин, что такое политика. Каждый выскажет свое мнение в этом вопросе, и уже исходя из этого, отталкиваясь от этого, мы будем идти дальше и будем вести дискуссию дальше. До тех пор, пока мы по-разному подходим к терминам, он нас не будет понимать. Можно вот один момент по поводу политики? Нет, по поводу политики. Очень часто слышу адвокаты вне политики. Ислам — не политика. Теперь я вот всегда над этим думаю. Айдер такого мнения придерживается, Джимиль, по-моему, такого мнения придерживается. Теперь я вот всегда для себя думаю, значит, мы по-разному понимаем, что такое политика, либо люди думают, что адвокат не занимается политикой тогда, когда не делает определенных действий, которые не нравятся власти. Вот я к такому дам выводу придержу. Теперь адвокат не занимается политикой. Для меня политика, вот просто говоря, это управление делами людей. Адвокат сухо, юридически, если брать, это тот человек, который каждый день пытается повлиять на выносимые решения государственными органами, в том числе и судебной системой. Он убеждает государство принимать другие решения. Он участвует, он пишет заявление, жалобы, чтобы государство... Для меня вот это политика. В сегодняшних реалиях действительно адвокат становится политической фигурой. Это всегда так было. Вот для меня, поэтому я считаю, что говорить, что адвокат не занимается политикой, это очень-очень поверхностный взгляд такой, да. Это первое. Второе, по поводу ислама. Опять, политика, вот для меня, я же говорю, мое понятие, политика — это управление делами людей. Ислам, я извиняюсь от того, как заходить в туалет и заканчивая от того, как, я не знаю, там, делить имущество, уголовное преследование, социальные какие-то нормы, все это в исламе есть. То есть ислам для меня, он же тоже говорит, как управлять людьми. То есть это тоже политика. Для меня вот что адвокат является человеком, который участвует, хочет он этого нет, он действует всегда так, чтобы государственные органы принимали какое-то решение, в том числе и судебная система. И ислам. Если это общество состоит не только из мусульман, какое правило тогда будет общим для всех? Как управлять этим обществом? Вот сейчас это исламский вопрос, да. Я вот как адвокат говорю и... Вы говорите, что ислам — это система взглядов, ценностей, которая применима абсолютно ко всем сферам жизни. И всем сферам жизни, абсолютно. Если это общество состоит не только из мусульман. В том числе и ислам говорит о том, как обращаться с немусульманами. Не мусульман вот эта формулировка не устроит, поверьте мне. Нет, как строить свои отношения мусульман и немусульман. Есть огромное количество исторических фактов... Вы говорите, мусульман, христиан, иудеи, иудеи. Ну так, я просто долго не перечислялся. Просто надо вернуться к крымскому ханству. Когда под одним флагом немусульмане и мусульмане... Среди крымских татар были люди, которые... Но их не называли немусульманами. Их называли мусульмане, христиане, иудеи, иудеи. Но не суть, важно. Это важно. Потому что, когда говоришь, ты крымский татарин, а я русский, ты уже отделяешь. Или ты наш, а ты не наш, это уже отделение. Но когда говоришь, я мусульманин, ты христианин, ты иудаист, или буддист, иудей, ты буддист. Здесь все на равных стоят. Понимаешь? Мое мнение, в исламе не должно быть мусульманин, не мусульманин. В исламе есть мусульмане, христиане, иудеи, буддисты. Давайте остановимся на этой дискуссии. Все вот эти риски, наделение людей по национальности, по религии, все они нивелируются, устраняются в светском государстве, в современном европейском светском государстве. И титульным является не религиозная национальная принадлежность, а гражданственность. Гражданство. А гражданин... Мы видим отношение во Франции к мусульманам, Джимиль. А в Крыму? Целые пакты выносятся. Согласен, согласен. Но, тем не менее, во Франции, в Великобритании, мусульмане чувствуют себя намного защищеннее, чем в условно... В Ираке? В условно мусульманских государствах. Не христиане толпами пегут в мусульманские страны беженцами, а, к сожалению, наоборот. Ну да, к сожалению. В Сутистан. По сути, это факт или государство. Есть много вопросов, претензий к европейским государствам. Но это политические претензии, скорее, ну? Но, к сожалению, на сегодняшний день мусульманин или просто обычный человек чувствует наибольшую защищенность, уровень защищенности именно в этих системах. И это системы светские. Она работает. Она работает. И результаты налицо. Отрицать их невозможно. Слушайте, ну, тысячу лет существовала исламская система, где даже христиане и иудеи чувствовали себя в абсолютной безопасности. И когда крестоносцы проходили, они с мусульманами... Знаете, я бы с вами согласилась, Емельбей, я бы с вами согласилась, но при одном условии, что мы, собственно говоря, уже утеряли те практики крымского ханства, да, которые вот... Поэтому нам нужно вернуться в сегодняшний день. И, конечно же, пытаться из прошлого все самое лучшее, которое было, возродить, вернуть... Взять на вооружение. Здесь вопрос, где гарантии того, что если, допустим, образно даже создать тот же халифат, что это будет тот халифат, который был 14 веков назад. Где эти гарантии? Кто даст эти гарантии? И я считаю, что не нужно. Все будут говорить, что будут по Корану жить. Я почему-то сомневаюсь. Потому что многие, те даже запрещенные организации... Возьмем вот яркий пример, недавно это произошло в Афганистане. Талибан. Они что, не живут по Корану? Должны жить. Они что, не должны выполнять то, что написано в Коране? Должны. Но они почему-то это все под себя делают. Все, женщина, ты не имеешь никаких прав, которые были у тебя. Экспериментировать здесь, на нашем народе, в маленьком Крыму, на народе, который столько я пережил, я считаю, недопустимо. Вот если кто-то в каком-то государстве построит такую систему, которая будет лучше европейской, лучше Великобритании, Франции, где мусульмане будут себя чувствовать еще более защищеннее, просто человек себя будет чувствовать более защищенно, это будет мусульманская страна, я скажу, да, я признаюсь, что я не прав. Я как бы вот... Я как адвокат. Снимаю шляпу. Снимаю шляпу. По этим делам прокомментировать данную реплику. Пока что вот так вот. И сказать ту фразу, которую мы постоянно говорим в судах. В судах. Четвертая женецкая конвенция. Согласно официальному заявлению пресс-секретаря Хизбут-Тахрир на территории Крыма, Российской Федерации, на территории Украины и других стран СНГ, Хизбут-Тахрир ведет просветительскую работу. Они построение халифата. Потом их всех собрать и перевезти вот в то государство, которое будет... Ну, я скажу так, вот, ну, предположим, я вдруг проникся идеями вот этой партии, и я могу тогда им предъявить претензию. А почему? Раньше Крым был... Нет, подождите. Прониклись мы. Нет, 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 подождите. Это была мусульманская территория. С какой-то разницей, с какого-то перепуга он лишает права быть частью халифата. Так ты хочешь халифата все-таки? Частью халифата. Нет, я хочу, чтобы... То есть обоснует, почему? Чтобы были, чтобы люди называли вещи своими именами. И здесь вот это вот заявление, что на территории Крыма ведется только лишь просветительская деятельность, это все-таки, на мой взгляд, лукавство. Эта тема очень сложная и непростая. Я думаю, что на эту тему надо разговаривать, но действительно как-то аргументированно и внутри нашего общества. Почему? Потому что животрепещущие вопросы, и надо находить ответы на эти вопросы. У меня есть еще один маленький вопрос к вам. Ну, маленький, но такой глобальный и весомый. Почему? Потому что земля для крымских татар, земля в Крыму для крымских татар, это всегда такая сложная политическая история, да, и такая история, но непростая, да, с непростой реализацией. На днях в Судаке, в селе Хавсихор был снесен дом ветерана национального движения Рустема Усиинова. И, естественно, в этом контексте мы не можем говорить о земельных правах, да, крымских татар. В 2014 году крымские власти, крымские российские власти объявили о так называемой земельной амнистии, когда поляны протеста по логике должны были быть легализованы, да. Вот я хочу к вам как к юристам, как адвокатам в первую очередь обратиться, насколько эта инициатива реализована в Крыму, насколько, ну, скажем так, эти политические заявления выполнены теми, кто, собственно говоря, говорил авторами этих заявлений, да. Почему? Потому что ситуация с домом, жилищным строением Рустема Усинова показывает, что как бы не решен вопрос. Ну, позвольте, я тогда начну, так как я довольно-таки долгое время занимаюсь этими вопросами тоже. Все дело в том, что то, что декларируют крымские власти с 2014-2015 года, это не совсем то, что есть на бумаге и в этих нормативных актах. И люди ошибочно воспринимают, что когда звучит слово земельная амнистия, дачная амнистия, сейчас уже гаражная амнистия, они думают, что амнистия — это значит, вообще, честно сказать, и слово неправильно подобрано — амнистия. Амнистия — это когда освобождают человека и от чего-то. В данном случае... От ответственности. От ответственности. В данном случае не подходит слово амнистия. Легализация должна быть, да? Я думаю, что да, упрощенная легализация или вот только так, а говорить амнистия — это неправильно. И тем не менее, как это то, что... Да, что касается самой процедуры, не совсем все просто, как кажется, и не так все на практике. На самом деле Крым столкнулся с большой проблемой при оформлении вот этих земельных участков, домов, где люди проживали 20 лет, там, 15 лет. Они думали, что наличие дома и просто земельного участка даст им возможность получить. Вся проблема в том, что в российском законодательстве отсутствует право гражданина на получение бесплатного земельного участка. Просто априори отсутствует, в отличие от украинского законодательства. В украинском законодательстве есть норма, которая предполагает получение аж 5 земельных участков разных назначений. В Российской Федерации этого нет. Есть исключение для льготных категорий. Но льготные категории — это не все население Крыма, как мы знаем. И там есть своя процедура. Там подают документы, пишут... Заявление власти в этом смысле голословное? Я думаю, больше голословное. Потому что, говоря так, они должны были разъяснять людям, что они имели в виду под амнистией. Амнистия предполагает вот все. Вся земля, которая находится в Крыму и у этих людей, она должна быть оформлена. Но не совсем так. Вот проблема и кейс с Рустамом Раусейновым. У него такая же история. У него есть земельный участок, где он жил, и было некое строение. Но я так понимаю, там нет документов вообще никаких на земельный участок. Соответственно, они отсутствуют и на жилой дом. Потому что это взаимосвязано. До последнего времени был нормативный акт, постановление номер 252, если я не ошибаюсь. Это Крымское, связанное с вот такими объектами, где нет документов на земельный участок, ну и, соответственно, нет документов на дом. Но при наличии минимального пакета, это факт того, что он там проживает, нужно подтвердить. Коммунальные услуги он там получал. То есть договор с Крымэнерго, Крымгаз, там вода Крыма. И, соответственно, подается заявление с приложением этого. Указывает, кто может подтвердить из свидетелей. И орган местной власти, в данном случае администрация, выезжает. Эта комиссия была создана, выезжает на место, выясняет, действительно есть все это. И принимается решение о передаче этого земельного участка. Но с января 2021 года это постановление просто утратило силу, и оно не продлевалось. Соответственно, теперь люди, у которых такая ситуация, они просто лишены абсолютно всех возможностей, которые были с 2015 года. То есть у них просто ничего уже нет. Никаких механизмов нет. Я не понимаю, почему власти Крыма просто не продлили, потому что это не один Рустам Усиинов. Просто Рустам Усиинов, он член национального движения, и на его проблеме, просто сейчас эта проблема выявилась. Таких людей десятки, сотни, тысячи в Крыму. Их проблемы не решаются. Как они будут решать эту проблему, мне непонятно. Это будут просто бурные недовольствия, волнения у этих людей, которые придут. Правового механизма нет, насколько я понимаю. Уже нет. Уже нет. Уже нет. То есть нужна политическая воля для этого. Безусловно. В Крыму и только в Крыму нужно принимать, ну или продлевать, или же новые правовые акты принимать, которые бы отрегулировали. Иначе эти люди просто останутся без этого имущества. И не нужно сравнивать, что вот на материке этого нет, а в Крыму это есть. А, конечно, есть. Потому что крымские реалии, они отличаются от материковой части Российской Федерации. В априори в Российской Федерации не было такой возможности прийти, построить на земельном участке дом и там жить 20 лет. Нельзя было, потому что это являлось самовольной застройкой. И люди осознанно понимали, что этого делать нельзя. Сначала получить землю, а потом строить. В Крыму это было в виду определенных обстоятельств. Распространенная практика. Это было как, по сути, традиция, наверное, уже. Что идет в администрацию, не дают земельный участок или футболят, как это часто было. Ну какой выход у людей идут, берут, чем могут. Ответная реакция на бездействие. Это нормальная реакция была. Иначе эти бы люди до сих пор ничего бы не получили. Потому что есть коррупция, была коррупция. Она всегда есть. Отдавали эти земельные участки тем, кто занимался неправильными делами. И все. А простые люди оставались ни с чем. Поэтому я считаю, мое мнение, моя рекомендация к крымским властям, если они, так скажем, принимали нормативные акты, и он утратил свою силу, соответственно, принимать новый. Уже с учетом вот этих проблем. И дать возможность уже людям, сколько нужно, столько времени, чтобы люди оформили этот земельный участок или там право на данное имущество. Саунос. Саунос. Нет, давай. Ну, я не занимался такой категорией дел. Единственное, у меня вот такое дополнение. Да, ситуация существует очень сложная. Мы с этой проблемой столкнулись. А что мы делаем? Какие инструменты мы используем для того, чтобы выявлять подобные случаи, предотвращать их и решать конкретно? Мы только их освещаем. Еще раз повторюсь. Не будучи внутри этого государства, не будучи частью этого государства, не пользуясь потенциалом этого государства, мы не сможем добиться ни принятия никаких законов, постановлений. Мы не сможем получить какие-то льготные, законные, легальные процедуры оформления и закрепления этих земельных участков за конкретными людьми. Как следствие этого, вот такие ситуации. Спорное мнение. Вот здесь я как раз с вами не соглашусь. Почему? Потому что у нас есть опыт меганома. И когда люди действовали, и когда люди... Я имею в виду в судаке меганома. Когда люди действовали, когда люди обращались, когда люди пытались разрешить эту проблему, но и юридическими, и прочими механизмами. Но, к сожалению... Увы, панацеи от решения всех проблем не существует. Но я считаю, что этот механизм, скажем, этот инструмент нашим народам используется не в достаточной мере. Возможно. Мы готовы уже перейти к Блиц-вопросам. Это короткий вопрос, короткий ответ. Лильхан, любимый ваш вопрос. Религиозная идентичность или этническая идентичность? Корис или яйцо? Хороший ответ. Солидарность или единство? Солидарность. Саунас. Дэрбей, право или обязанность? Право. Эмильбей, закон или справедливость? Закон. Саунас. Чох Саунас, это был проект Меркес. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...